итак всем добрый вечер я приветствую вас на бесплатном вебинаре в центре специалист он сегодня посвящен будет работе и в частности мы будем говорить о сборке не зовут алексей тарасов и мы встречаемся уже не первый раз если вы когда нибудь смотрели каналы на специалисте ве знаете что у нас прошлый вебинар был потрясающий порхе уже выложен и все смотрят кому нужно ну еще немножко похвастаюсь я являюсь сертифицированным замк инженером наверное это чуть-чуть делает интереснее вебинар хотя прозент мы сегодня говорить будем очень немного точнее совсем не будет и так первым делом что такое сборка сборкой называется как говорит нам википедия описание скриптов и автоматизация широкого спектра задач то есть в общем плане что такое сборка например с точки зрения чтим или вы написали чтим или вы написали css вы написали даже может быть java script и вам надо это что сделать выложить на сервер что вы делаете перед выкладкой на сервер этого всего добра ну наверно как минимум вы подключаетесь по теперь кидайте папку как максимум вы забираетесь на какой-нибудь сервис минимизации чтим или правильно отдельно css отдельно java script а может быть вы создаете резервную копию файла у как это больше лет выделить все файлы создать и такая ситуация если вы знакомы системы управления версии то вы закидываете вашу а может быть на альтернативный бесплатный вариант да ну и так далее возможно вы хотите что-то протестировать и каждый раз выполнять это вручную вас начинает это раздражает это приплесить или как изучение чтим или первые теги вы пишете легко а потом уже через месяц работы вы понимаете что без элемента выжить не можете нужно быстро верстать то же самое здесь разрабатывая в приложении на печке вы сталкиваетесь с тем что надо постоянно выполнять одни и те же рутинные задачи и вот процесс автоматизации задач называется автоматизации сборки когда вы одним там двумя кликами по батнику допустим процесс вот этих вот действий ну хорошо на чем можно автоматизировать сборку вообще-то говоря можно автоматизировать сбойку сборку зная особые скриптовые языки там тип ваша типа файлов которые создаются с батниками и так далее если вы их знаете вы можете сборку писать на этих вот скрипта вы также можете использовать специализированное обеспечение я сейчас намекаю на достаточно популярный продукт своих сферах это apache ant кто такой apache ant для чего он нужен что он делает apache это утилита автоматизация сборки разного софта она занимается вещами которые не привязаны к конкретному программу обеспечения но скажем так она в первый момент была разработана под джаву и для джав и на джав то есть для того чтобы у вас apache ant работал вам нужно чтобы у вас был в отжал работающих ну а соответственно если у вас это джава есть такая разница на печки вы пишете на джавоскоптере на чтим вы с помощью apache ant пишите специальный конфигурационный файл этот конфигурационный файл выполняет разные действия например здание папа например там запуск каких-то утилит и так далее ну в общем то я советую на досуге просто забраться почитать историю всегда интересно apache ant даже . даже в книжках википедии на сайте оригинала что что-то можно интересно найти команды статьи ттп а вот так чтобы ляма продукт независимо так вот идея анта заключается в том что у нас все команды записываются в xml формате я надеюсь что все присутствующие знают что такое xml формат это расширяемый язык разметки он в чем-то похож на чтим и в чем-то совершенно не похож ну опять же я надеюсь вы знаете как с ним работать так вот в этом манта есть такое понятие как танец и танец и это отдельный цель и я по-другому называю под задачи есть отдельные таски это сами задачи и они оформляются обычно видео набора вот таких вот xml чего элементов вот смотрите как устроен конфигурационный файл а пачкан то xml описание поехали project это у нас наверное корневой текст мере которая отвечает за наш проект соответственно вот этот файл сборки находится ли я пущий папку потом начинаются какие-то описание свойств для нас сейчас не обязательно знать перечень этих элементов главное интеллективно услышать о чем глаголе что вы пробуйте что какое свойство когда некоторая переменная которая может потом дальнейшем быть использована вся идея потом у нас есть вот они как я уже говорил тагет тагет это у нас фактически цель задачи я не вижу таска общего ну какая разница задач есть название есть зависимости название зависимости как обычно в проекте действия выполняются последовательность друг за друг как мы определим на чтенном элементе как идут элементы мы смотрим какой элемент под каким внутри файла расположен потому что по визуальной верстке иногда не различить то же самое здесь мы записываем здесь задачи и говорим какие задачи от каких будут зависеть например если последовательно читать у нас может быть один набор действий а если считать вот так вот например тагет зависит от клиент значит надо будет найти такую задачу с названием клиент и выполнить ее действие правоначально но кому ее видим вот она какая-то задача ведь очистка случае очистим все а потом начинают на что-то делать понятно где хорошо потом там описание идут задач какие-то действия но тут даже по под комментарием уже понять что выполняется создание директорием кадир с названием вот таким которая была передана из чего из свойств из набора свойств и так далее копирование файлов может быть произведешь интересно для джава и так далее и вот запускается этот апатч а этот файл и выполняет набор действий вот и все вот такое устройство пачкан понятные ну вообще-то говоря мы сегодня собрались поговорить небо по чате мы собираюсь поговорить о такой замечательной системе как финге это она копать анто фактически который точно то требуется который нуждается в файле сборки который выполняет огромный набор задач синтаксиса чтим или элементов ой прошу прощения синтаксис элементов xml которые занимаются какими-то задачами он очень похож на а но немножко из плюсов финга это то что он также платформа независимым также один из плюсов это то что у него отсутствует внешняя зависимость что это означает ну то есть чтобы установить ант вам нужно вовсе ничего дополнительно создавать или и также он работает и создан для теперь кстати последнее время становится актуальным а просто как же печь письме вот я еще не успех потестировать и на сайте оригинале пока что еще ничего у нас будет установка фига на самом деле на сайте разработчиков указывается пара вариантов я предпочитаю всегда устанавливать библиотеки при помощи компасера опять же предполагается что вы знаете что компасер это специальная утилитка который управляет зависимости управляет зависимости и когда вы устали когда вы прописываете специальном файле компасе джейсел набор зависимости сама утилитка компасер позволяет что-то установлен вообще-то разговор про компасер опять же не входит нашу систему вот ведь вам надо просто сейчас есть какая-то штука которая все устанавливает нам сразу приложение а для того чтобы она установила то что нужно надо соответствующем файле в компасе джейсон создать вот такую вот строчку чем мы скоро с вами и будем заниматься понятно теперь после того как у нас установится наш фильм мы сможем с вами получить доступ к классам и возможность запускать файл сборки ну прежде чем мы с вами попробуем установить я сброшу вам некоторый начальный набор файлов который может пригодиться для установки и так что мы видим в файле который был раскинут во первых у нас есть папка паблик видите вот здесь валяются просто файл чтим или джесс они нам практически лучше также у нас есть папка класс здесь есть класс конфиг печки предполагается что тут находятся все классы которые нам нужны и над классами как раз выполняем нужную работу содержимое класса конфиг достаточно грустно и печально и но еще раз не цель нашего сегодняшнего занятия писать супер классы а цель например взять вот этот класс переместить его в другую папку что сделать еще удалить комментарии удалить лишние пробелы возможно заполнить шаблон и так далее вот и также у нас есть компостер пачар вот та самая утилитка которая нам нужна которая работает в печки и у нас еще есть компостер джейсон вот он 0 килобайт занимает там сейчас ничего внутренних смотрите что я делал я первым делом убеждаюсь что у меня есть работающего консерва вот он у меня работающий и я захожу в папку сайтами вот я попал в папку сайтами вообще было большое искушение до начала занятия создать все изначально и показать вам туда работающий фильм но я подумал что будет многим интересно как установка происходит поэтому создаем в open server domains если он опять же у вас есть папку с названием например фенге лопал это будет наш локальный сайт фенге лопал но те у кого нет open server александр или мам по или лампа не обессудьте посмотрите вебинар когда он еще раз будет запущена может быть не выдержите и сразу сегодня вечером после вебинара самостоятельно попробуйте все повторить материалы есть забираемся отсюда в финг локал и содержимое папки которые вам скинул закидываете куда вот в эту папку локал нам не обязательно там все содержимое иметь самое главное это кампусе джейсон и сама менеджер и что надо сделать после того как мы с вами это все провернули опыт сервер чтобы у нас хосты обновились и финг локал стал доступен вот так хорошо теперь когда мы это сделали когда мы это сделали мы забираемся проверяем действительно ли у нас там все появилось отлично закрываем в фильм . local google не настрой сработать ходу т.п. 2.2 слэша фильм . local вот оно моё содержимое все видят мы вспоминаем что в open server папка рабочая папка дефолтная с документами это текущая папка с названием сайта ну а я думаю когда экспериментировал у меня дефолтная папка в сайте это паблик поэтому паблик у нас остался но на самом деле ничего страшного нет все хорошо теперь наша задача зайти да в папку fin global вот сюда и установить наш фильм для этого мы открываем с вами кампусе джейсон первым делом открываем вот он пустой все видят это пустой и копируем что-то ведь сейчас к нам в установили все прописали еще раз компасе джейсон следующим шагом мы забираемся в консоль печки обратите внимание как это происходит дополнительно консоль почему именно сюда я в том что можно работать и при помощи консоли 7d cmd но который запускается через windows р да но практика подсказывает что ребят все заточили на собственную консоль там уже прописаны все печки интерпретаторы там уже прописано обращение к москве или в общем я рекомендую обращаться именно вот этой консоль и так и обратился к этой консоль студентами 16 читер это мой хост я нахожусь сейчас в консерве можно масштабировать и теперь я захожу куда сиди и прописываю потом дома из дома и прописываю потом финге . лога и на самом деле мне тут и здесь надо сейчас остаться вот я нахожу доменцы финглога а дальше мне запустить кампусе рпча понятная идея как это сделать ну тут разные способы есть если у вас настроен автоматическое выполнение чего же автоматическое выполнение кампусе рпч а вы пишете вот так вот кампусе рпч артин стал это сразу установит сессион свеженький если он хорошенький но часто он бывает не свеженький и не хорошенький а еще чаще бывает ну что у нас рядом нету автоматически прописанного файла который это будет запускать поэтому нам приходится писать печки дальше кампусе рпч а потом такую досадную фразу сел в апдейт чтобы он сам себя обновил вот я говорю сел в апдейт и он начинает себя обновлять вот пожалуйста что он там говорит ролл бак ту ретон ту вершин 11 а ну вот видите все таки я не зря эту фразу сделал оказывается была версию не 12 по умолчанию пансера теперь стал 13 уже интересно а теперь смотрите я замедляюсь мне надо сказать он стал но как это что это означает печки кампусе рпч аром стал означает что в текущей папке thing local он найдет кампусе джейсон который у нас именно в этой папке есть и установит зависимости я не спешу пока вот там кто-то записывает кто-то просто смотрят показываю нашу текущую папку это интересно так это не то папка это вот эта папка вот у меня содержимое так все видят и что там пошло если все хорошо мы сделали там пошла установка вон она да 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 давай 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 только бы не было что-то слишком быстро и так у меня произошла установка финга это что все что это главное чтобы был печки и главное чтобы был компостер предполагается что если вы уже до финга дошли то у восточной печки кампусе есть если у вас их нету значит настала пора с ним познакомиться но меньше что больше дело что у нас появилась вот здесь середина у нас появилась папка вендор что за папка папка вендор содержит обычно классы и библиотеки и компоненты которые описывают дополнительной библиотеке ну то есть не наши собственные класса сторонние например если вы устанавливаете и и вы устанавливаете там джен фреймворд или вы устанавливаете там ларова они могут казаться в этой папке вендор наверное там находится сейчас финг захожу фильм ведь его также есть файл автолог который помогает автоматически найти что-то нужно запускать в бин папке также есть даже батнички с ними тоже может поэкспериментировать честно признаться я не нашел с ними общий язык может быть мало время потратил но как-то запускать именно батник финга вот здесь вот как-то у меня это дело не очень пошло отдала вот а так где-то 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 у нас есть специальный специальный утилитка тоже фильм которая позволяет именно запускать файл какой файл сборки ну хорошо для вас сейчас главное что это все появилось в папке вендор теперь следующий шаг возвращаясь презентации смотрите еще раз по аналогии сантом у анто есть таски но это задачи маленькие до тагиты это группы задач мы сказали что это задача это цели но это по налоги да и и project это общий проект соответственно мы должны создать в нашем финг локали вот здесь вот вот тут вот файл и назвать его следующим образом бурилда . xml так всегда он называется то есть запомните это навсегда был дэксомол это файл сборки соответственно если кто-то пользуется системами управления версий то надо наверное этот был дэксомол оттуда прописать правило чтобы он не прописывался на гитхабе там еще где-то забираю в этот будет xml понятно что тут пусто я его только что создал он пустой а вот дальше начинается самое интересное мы должны познакомиться с вами со структурой этого билдик смол файл давайте посмотрим с чего он состоит ну во первых у нас есть корневой элемент project 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 это все что касается нашего проекта потом у нас есть какое-то имя нашего проекта наша задача тест на что влияет вот это имя на то что в консоли потом при запуске задачи у вас что-то может появиться ну а дефолт ворду это честно я не помню что это такое но что-то мне подсказывает что либо это дефолтная задача который будет запускаться либо какой-то еще дополнительный аргумент не припомню а дальше идут отдельные задачи первая задача говорит нам что она называется hello и выполняет выпал вывод в консоль фразы hello ну во первых вы обращайте внимание с тема элемент это очень знакомый по названию он напоминает нам оператор языка печки это раз второе зачем нужно выводить что-то в консоль чтобы мы знали на какой это на каком этапе действия на каком этапе мы находимся при построении проекта обратите внимание следующая задача говорит финг и она выполняется зависит дтс от предыдущей задачи hello то есть по названию мы можем выстроить последовательность вот эта задача всегда выполнится после вот этой задачи понятные то есть у нас в результате должно быть хило фингер вывестись я беру этот фрагменте кода так не получится скопировать или нет или я или я зря его сделал так вот раз да и я его сейчас вставляю в xml файл как грустно вставляется царе не убрал нумерацию но ничего не поделаешь придется вам потерпеть удаление нумерации как-то вот вот так но она того стоит потому что потом несколько пищу его в чат а вот те кто у нас сидят на вебинаре они насладятся на занятия не усладятся нас попал и также мы еще забыли еще кое-что указать что мы забыли еще указать реже xml ну честно говоря мне лень указывать вручную версию xml тем более у нас где-то был сегодня открыто патчан я просто скопи-патч я видел тут существующий который заголовок версии вот он пожалуйста один готов есть такой хорошо ну а теперь наша задача запустить эту сборку это самое сложное нам надо найти файл который позволит запускать и так я нахожусь вот здесь и начинаю экспериментировать еще раз не факт что у нас результат будет прям сразу с первого раза хороший вот мой прогноз что вот эта штука не сработает что он не знает как запускать эту программу эти фильм не является внутренней внешней программой или пакетный файл это ясно теперь мы пробуем php финг правильно и колд нот обман input файл финг то что он говорит нету файла который должен ответить печки он ждет когда мы запустим печки файл а нам с вами надо здесь запустить что запустить именно сам хинговый файл ну как вариант это может быть батник как вариант а как вариант это может быть печат или php файл но у нас к сожалению допить их а файла нету поэтому я сейчас пробую батник хотя тоже мне честно говоря надежда особо на батник не складывается вот например у нас есть фитбатник и вот он есть печки вот ведь его печки фиг что-то сейчас из этого по-рубой так это у нас вендор да это у нас венда это у нас вендор а я 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 попробую сейчас сделать так я что попробую сделать так печки дальше чё вендор слышь но там обязательно правильное название прописать все если мы название правильно напишем то в этом случае может и все закончится неблагополучно финг 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 а дальше а дальше мы говорим бин бин а дальше мы начинаем какой-то вот из этих вот вариантов пробовать запускать я думаю что все таки мы попробуем финге печки ну что ставки сделаны о да у нас все получилось у нас все получилось провалена сборка проекта я вас поздравляю но никогда этого радости не чувствовал провалены сборки проекта как сегодня почему потому что что же провалены сборка он достучался до файла build xml и сказал что таги голда и задачи волды не существует в этом проекте это же другой совсем разговор мы забираемся в build xml и вместо так чем и вместо вот тут вот финг эти рюкзи говорим так 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 нет мнение не сейчас мы другому сделать сейчас секундочку вот тут вот и еще раз проверяем как она соберется о да зацените сейчас я прописал вот тут вот name world понятно это основная дефолтная задача на перед ней выполнится ахилл как только и запустил финг вот таким способом как надо товарищем разработчикам кто у нас это дело делает на вебинаре скопи пастичку что тяжеловато иногда порой успевать и вот что он говорит тест хэлло эхо хэлло тест ворлд финг и хэллоу это у нас что такое хэллоу это у нас название тасков тагетов наших целей наших задач а это это просто распечатка что тут будет ну чтобы вам не казалось что тут все хорошо я скажу здесь вот слово привет и еще раз запущу сборку а вы сейчас увидите так я не понял что там что там вот смотрите инвалидный символ инвалид чар чтобы не все радовать кириллицу писать сюда нельзя вот вам и все конечно систему мощные строится но скажем так разработчики делали для себя так вопросы уже может какие-то появились можно в чате писать пожалуйста можно задавать аудитории вопрос я их озвучу также это просто сейчас позволило распечатать название задач которые ничего не делают только говорить я задача такая-то я задача такая-то и мы проверили что сам xml файл сборки работы все больше ничего идем дальше следующий шаг углубляемся мы с вами можем запуск использовать при работе установку некоторых свойств как создается свойств вы записываете как его а пачканта пробуйте дальше пишите там что-нибудь там например файл будет пропитис и у вас появляется кстати говоря не закрывающий так сейчас вот здесь вот лишний ошибочная конфигурация и у вас появляется некоторые параметры с названием файл который вы сможете дальше использовать понятные то есть вот фактически это у нас настройка какая-то также мы можем с вами указать что параметр будет распечатываться например вот доллар фигурки вершин кстати смахивает на печку шли перемен очень сильно вот откуда здесь вешеный файл объявили вершин может передаваться из внешнего из внешней части нашего чего а из наши из нашего запуска то есть оказывается когда мы собираемся запускать файл сборки мы можем указать что как мы собираем например вы собираете сборку печки проекта для локальной машины эти локал люди говорите на сборку для продакшена продакт и так далее по сами это регулирует ну давайте попробуем посмотреть как это работает волшебный копипаст нам поможет я создаю пропитие внутри нашего конфига ну давайте во втором не давайте вот само свойство мы само свойство мы пропишем знаете где само свойство мы пропишем вот здесь самом начале проекта вот так файл был пропитис 1 хорошо вот тут больше ничего не доставлять вот а вот тут вот вот тут вот мы скажем что будет еще один талет и это будет танец самый начальник кто не против я надеюсь что не против самым начали таки проще как сделать это самым начальным тарито как здесь это самым чаем таки там надо сказать что халло зависит вот от этого мы ему а этот скажем что называется имид и так вот эта задача будет у нас вот это хэлла будет зависит и не то это значит мы указываем дэнс зависимость от чего вот так это нет то есть нет выполнится первую а вот здесь мы что распечатаем во первых мы распечатаем здесь параметр файл и мы распечатаем здесь параметры вешал как то вот так попробуем вот чтобы все видели там если кто-то вдруг у нас не успевает что ж такое вот она сама содержимое а вот мы пытаемся запустить очередную сборку готовы 3 чему он ругается а конечно я же не закрыл я чтобы закрывающий так удалил и может жить сам и так что он там нам говорит он говорит во первых он говорит что у нас есть пропать и вот она первая потом говорит что есть она болту find property файл property файл не нашел почему-то хотят вроде как я указывал не захотел что людей реагировать ничего не понял немножко почему это он не захотел по файлу смотреть и самое страшное у меня вешал не распечатал посмотрите я в печали почему вешал то не попался вешал не попался потому что я его не передал что версию надо передавать как вершин равно там 1.0 возможно с дефисами впереди надо посмотреть документации нет не существует тагет вершин 1.0 не существует это неправильно будет двумя тирешками неизвестный аргумент ну в общем надо внимательно читать как там у нас аргументы передаются вот у меня сейчас упорно он не хочет передаваться извне товарищей счастье привалило я еще раз показываю чтобы у нас вебинаре результат записался вон на тире d вешен 1 0 как вам это нравится это означает что мы берем передаем переменную внешне внутри нашего содержим название базы логин пароли все стартовая может здесь оказаться вот она сборка прошла ты был с 1 0 но тут с файлом я поспешил там по задачам смотреть вот точно подсказывает что будет строить из это как файл с настройками где фактически обычный и не файл вот отлично взаимо обогащаемся двигаем дальше следующий шаг одна из мощных и важных вещей это работа с файлами у finger поэтому нам надо познакомиться с конструкцией файл сет набор файлов как работает файл сет он позволяет нам определить с какими файлами будем сейчас работать ну вот например файл сет дир что это означает мы с вами будем работать сейчас с файлами в директории какой аппликейшн которые находятся в своей текущей папке например понятно сегодня почему находим аппликейшн все папки все файлы там берем дальше другой вариант файл сет диро при кейшн айди файл с инклут эксплу что это означает мы будем работать с файлами внутри аппликейшна которые содержат название печки причем там относительно других папок и в то же время не будем работать с файлами которые содержат у меня здесь косяк опять печки тут он будет писать текст этом или нам джейсон или что-нибудь еще какие-то файлы мы добавляем какие-то удаляем этом и чьи мы добавляем все сосударям и так далее и дойдет и тут еще тоже ой косяк на козите x тут x тут понятно деда а может быть тут закрывающиеся вот и соответственно рядом с этими файл сетами у нас должно быть действие некоторые которым будем выполнять айди обычно используются для тех случаев когда мы потом хотим обратиться к этому набору файлов обращение к набору файлов которые заранее были определены выполняется при помощи риф айди атрибута файл сет 3 файди означает что я сейчас что-то буду делать с этим набором который на самом деле был создан на основе либо вот этого набора либо вот этого набора а это где то есть заранее мы выбираем как это дело почти ну естественно мы сейчас не можем практик посмотреть файл сет просто выбирает файл идем дальше я назвал этот слайд картографы фильтры на самом деле в оригинале не называются matters and filters мопперы мопперы но уже на сленге достаточно укоренилась вот но карты карта одображения да значит как это все работает одна из самых популярных частых операций которые будете выполнять это копирование файлов из одной директории в другую директорию соответственно команда копии копирует тудив что определенную директорию наши какие-то файлы перезаписывая те которые там были основываясь на предыдущей выборке понятная идея а теперь нам надо это как-то делаю оплатить в жизнь давайте-ка посмотрим и так я копию пащу это дело вот сюда и говорю что у меня будет задача и нет вот здесь вместо слова хэлло что же нам тут лучше написать войти так копии файл согласно лобоку пифа из внутри копии файл со у меня будет копии пащины из презентаж набор чего вот такой вот набор тегов поясню купе туда будет паблик с и файл вот тут я аккуратненько надо пробить поставить при копировании ошибка произошла рифа иди паблик понятная идея а где у нас этот рифа иди паблик а у нас его нету начну что даже с вами сделать создать отдельный файл сет с айтишником паблик создаем его где-то рядом берем и говорит это будет у нас файл сет айди паблик раз дальше он будет содержать чего некоторые файлы а можно было сразу одну папку единственную указать это будет у вас что инклуд инклуды инклуде и дальше мы указываем что это будет что там у нас по моему что просто а просто на им просто на гримные равно папки мы будем с вами забирать все файлы которые называются эти темы из этой и эксплуатировать их вот сюда папку паблик папки будет который будет на автомате создана ну что вы все сделали да вопросы есть по этому моменту копируем файлы вот сюда переписывая исходник переписывая исходное при этом обращаемся к заранее прописанному набору правил вот сюда вопросов нет я бегу скорее проверять как у нас все получилось и так сборка да и покажу исходный исходный набор потому что все будет мы увидим появился нет нет меч так а что такое какой у нас так у сработал странно какой у нас так у нас работал проверяем 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 какой так у нас работа что-то специфицирующий файл сет так отчетами директории специфицирующих файл сет с каких пор а погодите 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 у нас же он лежит в папке public праве в обычной папке public вот вот здесь мы должны ее выбрать подавайте скажем звездочкой сет папок на текущем уровне мы рачим или файлы будем копировать пока сейчас проверяем товарищи нажим файл сета тоже надо указать что мы откуда берем вот она гироплике помните да сама головная показала презентаж я тут не показал берем файл сети вот здесь это говорим gear текущая папка какая паблик тогда по-хорошему здесь может быть и без звездочек можно будет обойтись проверяем до 350 раз да ладно что копирование одного единственного файла и я скорее бегу в наш чего в наш товарищ я очень боюсь что сейчас начал кто-то задать вопросы типа а почему мы не используем там печь пишу команду копии можно было бы конечно писать копии но тогда бы мы были завязаны строго бы сильно на конкретном печке ходе а тут напишем см или файл все отдельно немножко как обстоит абстракция не будет там дело в том что он видит вот эти директории все какую-то структуру очевидно да наверно похожую на домовскую типа дом или там чтобы и последовательно пробегает в цикле поэтому или по этим набором а как будто внутри это можно посмотреть забравшись в класс финга если будет время конечно нужно это сделать идем дальше с копированием вроде бы как мы так немножко разобрались чертами следующий слайд вопросы это не совсем так еще хотя бы одну хотя бы задачу показать дело в том что на родном сайте финга есть вот такой вот раздел который называется коры таск вот коры таск самое интересное что здесь есть здесь описываются самые часто встречающиеся задачи которые будут выполняться вот у нас вот здесь копитас на самом деле копитас делает то что мы сейчас посмотрели на копирует вот например давайте посмотрим под просматривал сейчас среди дополнительных нашел она называется называется zip task например zip task архива такое создать архив создать архив для чего для текущей папки какие файлы включить все подряд то есть мы сможем мы с вами можем создать сразу рядом архив я беру и был xml куда-то ну давайте наверно давайте теперь насчет файл что-то не хочу все файлы получать я хочу я хочу получить все файлы из папки класс на самом деле там идет речь о печке файл там какой-то печки файлы и так тест файл фильм zip дир классов вроде как все хорошо проверяем еще раз запускаем проект на выполнение ну вроде бы как все хорошо вроде бы как все хорошо вот тут он пишет что он создал финг-локал финзи что архив забираемся в паблик наш вот сюда даже не паблика в коре сайта и видим буду внутри архива и чпи то есть перри перед тестированием перед какими-то работами вы можете запускать вот такую вот задачу и так я показал задачу с архивированием а теперь забираюсь и опять просто рутинно ищу те задачи к тут дополнительных это такое о карте или директории или таск очень просто синтаксис я выбираю директорию которую собираюсь удалить и выполняю удаление смотрите как это работает итак я забрался внутрь тагета самого первого и не так и говорил сделать удалить вот эти два параметра на самом деле удалю я надеюсь что перед копированием нашей папки перед созданием нашей новой папки вот этой вот у меня будет предыдущий удалит по времени 1816 у нас здесь давайте проверим и проверяем под названием 1823 она удаляется то есть можно чистить какие-то файл предварительно это раз тогда это раз и еще задачи которые хотел вам показать это чистка файла который мы скопировали то есть перед выкладкой классов например класса тут копируется а ниже к не копировал просто пить просто копировали скажем что мы классы спич пишем и файл сейчас еще раз проверяю запустил проект он мне там должен этом конфиге печки у меня же новую строчку и тогда я забираюсь очередной раз задачи и ищу задачу либо трим либо там уже со есть джескин джеслин джесмин минимизация у меня именно пить пиш на должна какая-то быть задача давайте посмотрим где я вас обманул это не среди задачи и фильтров находится вот он фильтры вот они фильтры пошли смотрим у нас есть фильтры которые изменяют кодировку файла между прочим какая у нас кодировка файла у нашего конфига проверяю какая кодировка файла у меня вот здесь кодировка файлами девочек жалко я бы изменил бы из windows 21 детей 8 но можно и обратно поменять так но я отвлекся цели где здесь у нас реплейс токинс от кэш и классно тиди фильтр смотрю тиди фильтр ну пожалуй по моему это тиди фильтр позволяет чистить и чтим и позволяет чистить и восстанавливать и чтим или документа ладно мне нужно мне нужно чистка печки страйп печки комикс я все-таки нашел его он удаляет все комментарии из печки файл соответственно вот эту штуку вот этот фильтр над теперь только добавить куда ну там где у нас перечисляются все файлы я еще раз забираюсь в описание работы мы теперь уже с чем с нашим набором build xml вот сюда и вот здесь вот говорю нас копированными файлами надо сделать что фильтр chain strike печки комикс ну если все правильно то у меня сейчас комментарии в конфиге печки в конечном пропадут проверяем так что там сборкой вроде как сборка отработалась так проверяем что вот здесь вот в описаниях написано я честно говоря не не вижу чтобы у нас комментах что-то прописалось ну ладно смотрим печки файл комментариев нету комментариев нету но как понятная идея вот и вся идея то есть вы изучаете набор задачи страны дополнительных фильтры прописывать огромный файл сборки а потом выполняете задачи тестирование обеспечения программного положения архивирования сброска чистки и раскидывания по разным файлам отправка друзьям и так далее так далее так единственное неприятные вещи которые тут заметил это я не нашел встроенную чистку html для встроенной чистки надо для чистки чему кода надо здесь подсоединять дополнительные утилиты типа минифайд и тогда она заработает а так не получится ну что ж вопросы товарищи может быть еще какой-нибудь фильтр задачу посмотрим есть пожелание какой-нибудь ну из тех которые сейчас доступны давайте посмотрим если такой фильтр опять же с сжатием css занимается утилита типа минифайд скорее всего мы не найдем сейчас задачу по сжатию css давайте смотреть ну вот минимизации джаваскрипт вполне возможно это сделать и будет где-то я даже видел джесс что-то там было джесс джесс минтаск вот у нас есть задача для минимизации джаваскрипта она посмотрим когда работает давайте посмотрим но опять же чтобы нам минимизировать джаваскрипт но надо его сначала что сделать куда-то скопировать готовы к этому пробуем на конечно придется постараться значит у нас идет а вот тут вот дэпэн скинет а вот тут вот дэпэн с холом нам надо разорвать эти две задачи и создать между ними дополнительную задачу готовьтесь он будет работа и так первым делом я говорю что у нас тут идет так и делаю него корневой закрывающий раз так теперь я говорю что у него идет вот здесь вот и вот здесь вот я говорю что у него будет name например джесс мин теперь я говорю что дэпэнс хэлло будет у нас выполняться после хэлло задачи после вот этой задачи а джесс мин будет выполняться перед задачей вот следующий вот я вроде как задачу создал следующее чего хочу сделать это скопировать файл опять же надо куда-то их скопировать я прописываю что у нас идет эхо и говорю что это копии энд чего энд мини файл джесс файл после этого я как должен скопировать чё наши файлы как это сделать я как и пащу вот сюда копии и говорю что файлы должно оказаться внутри джессе согласно ну например в паблике джелоскриптовский файл теперь возникает вопрос а откуда эти файлы должны быть взяты ну чтобы там рифе риф 1 лишний раз написать я скажу так они у нас будут взяты из папки паблик ну от от текущей папки а вот одежды вот этот принципе сейчас нам можно попробовать или не писать или писать какой как там своим позначить джессы так и так вот здесь у нас прошло копирование этих файлов теперь фильтр чей там не нужен я его удаляю вот копирование произошло а теперь я выполняю вот здесь вот задачу которая будет заниматься минимизации скопи пастил и говорю опять что найти папочку который называется как будет пабли джесс взять все джелоскриптовские файлы так секундучек не только тагедир целевая папка это вот здесь тогда целевая покой здесь а так мы говорим откуда взять туда и кинуть все пусть он сам в себе там свалится понятно не да то есть нам на самом деле можно было не купить и на на самом деле можно было из папки паблик текущий вот отсюда вот сразу перекидывать их минимизируя лишнюю задачу ну а теперь начинаем проверять как из этого что-то вышло вышло ли вообще так не есть проблема он говорит что джесс минтас дпс он да ладно товарищи нас отжидала подстава у нас даже там у нас даже там была попытка обратиться к нужным файлам тогда но есть маленькая проблема у нас не установлены какая-то зависимость для джесс минтас кого-то на джесс и чего оговорили что у нас можно работать без зависимости а сами сказали что для отдельных задач есть зависимости ну вот и приехали не получится у нас сейчас быстро это сделано будет устанавливать через компоте зависимости тогда только проверяя добиваться минимизации жестких устанавливая think надо проверять если мы совсем базовые вещи делаем то он выполняет и так на автомате копирования файлов редактирование удаления там братья конфигов параметров а вот если вот типа таких задач минимизация что я сочтем или сказал вот пожалуйста опять приехали нужно устанавливать минимизатор абсолютно верно вот такие вот дела ну что я надеюсь вам понравилась эта тема она достаточно обширная я надеюсь все на что бегут сегодня или не только сегодня применять ее на практике вот на досуге в ссылочке я оставил вам а ссылку на свой канал на ютюбе потому что готовясь к этому вебинару досуге я естественно не мог не заснять предварительную предварительно видео по фильму пола чуть-чуть так сказать там не терпится до предварительно кому не терпится посмотреть посмотрите обязательно все там 25 минут идет до потом и я оставил ссылочку вам на презентацию которая мне очень понравилась она каком-то не помню каком году то ли двенадцатом то ли одиннадцатом на какой-то одну из печки конференции представлялась и там последовательно пошагово примеры показать как происходит работа кстати некоторые примеры на 1 там с проектом и так этом я из нее именно взял я надеюсь вам очень видео понравилось надеюсь что через недельку она будет уже на сайте специалист тиви точнее на канале ютюба у меня огромная просьба если вам понравилось лайкните там оказывается ли мне это важно хочу больше лайков тем популярнее видео и больше на курсе идет людей заниматься естественно что вебинары проводятся под эгидой так сказать приглашение людей на курсы это именно чисто мой канал это видео которое заснят она заснят у меня а вот текущее видео которое снимается много это канале специалиста и если вам будет что-то интересно по фенгу по сборщику по конкретной отдельной задачи пишите комментарии я вам точно гарантирую что я это разберу причина поста мне сейчас эта тема очень интересная и пока по горячим следам он интересного по максимуму и про что делать поэтому надеюсь всем все пригодится всем все всем благодарю на сегодня наш с вами на подходит концу всем спасибо всего доброго